Девушки отдыхают Девушки отдыхают Субтитры делал DimaTorzok Дорожно-транспортное происшествие Событие, которое вышибает мозги человека напрочь за долю секунды Событие, при котором ты понимаешь, что твоя жизнь разделилась на до и после И это если в аварии не пострадали люди Если пострадали люди, то значимость всех тех поступков, действий, которые вы будете совершить Приобретает свое значение геометрической прогрессии Закончилось оформление аварии и если вы реально виновны Понесете за это соответствующую ответственность, предусмотренную как административным, так и уголовным кодексом Российской Федерации Но представьте картину, когда вас сделали виновным В силу некомпетентности должностных лиц, которые производят оформление дорожно-транспортного происшествия И порой еще хуже, когда вы сами, своими неправильными поступками, действиями, словами Сделали себя виновным в дорожно-транспортном происшествии Ни один нормальный человек не знает, что можно, а что нельзя делать перед дорожно-транспортным происшествием Какую следовую информацию фиксировать, какое придавать значение, какое нет Мы полагаемся на профессионализм и компетенцию должностных лиц Дорожно-патрульной службы, ГАИ, приехавшие на место ДТП Но поверьте мне, как часто мы ошибаемся, доверяясь там, где доверяться особо бы не стоит И не потому, что вас делают умышленно виновными А все значительно проще Все в житейском, в обыденном дне профессионализме И нежелании заниматься должным образом той работой, которая им поручена государством Когда происходит дорожно-транспортное происшествие Человек должен выполнить ряд событий Которые не предписаны ни административным кодексом, ни правилам дорожного движения Этому не учат в школах Но только таким образом можно обезопасить себя дальнейшим от необоснованных притязаний В результате дорожно-транспортного происшествия образуются доказательства Которые в последующем черпаются из ваших объяснений А также с той следовой информацией, которая остается на месте происшествия И то, и то имеет свойство теряться, забываться Вы забудете то, что произошло через неделю или месяц Подробности Ваши свидетели забудут Колеса, тормозные следы, осколки и осыпи Сотрутся другими автомашинами или же дождем И в конце концов может получиться так Что вы ничем не сможете доказать Как свою виновность, так и свою невиновность Запомните, есть элементарные алгоритмы поведения При дорожно-транспортных происшествиях Которые могут существенно облегчить вашу жизнь А если вы реально невиновны Доказать эту невиновность соответствующим законам и способам Когда произошло ДТП И вы начали хоть что-то соображать Как правило подходят люди Свидетели Говорят, я видел Я снял на свой регистратор Обязательно записывайте этих людей И не нужно ждать приезда госавтоинспекции Поскольку сотрудники ГАИ могут ехать часами Если у вас в автомашине есть свидетели Отпустите этих людей Но в обязательном порядке Запишите их адресами телефона Возьмите ваш фотоаппарат Обычный телефон И сфотографируйте все, что вы видите Но ни в коем случае не снимайте повреждения Следовую информацию Там с 20-30 сантиметров Отойдите на 5, 10, 20 метров Сделайте панорамную съемку Таким образом Чтобы была видна следовая информация Применительно к стоящим транспортным средствам К границам проезжей части Сделайте фотографии Обзорность 360 градусов У вас в машине есть видеорегистратор Если он есть Вытащите карту памяти И положите в свой карман И не торопитесь предъявлять ее сотрудникам Госавтоинспекции Которые первым делом Увидев ваш видеорегистратор Попросят предъявить камеру Почему? Да все очень просто Если законодатель разрешает вам Не давать показания На месте совершения правонарушений Или преступлений То с какой стати вы должны отдавать Карту памяти Которая является вашей личной собственностью Оградите место дорожно-транспортного происшествия Вспомните правила дорожного движения И сделайте так Чтобы автомобили не растаскивали Осколки, грязь Все что осталось в результате столкновения Транспортных средств И вот на место аварии Прибыли сотрудники ГАИ Отдайте им документы Далее они оформляют схему Дорожно-транспортного происшествия Обязательно будьте участником Этой схемы ДТП И запомните следующее Прежде чем ее подписать В обязательном порядке Изучите Соответствует ли она тому Что отражено на дороге Если чего-либо нет Вначале отразите С обстоятельствами Изложенными в схеме ДТП И подпишите Запомните Если в последующем Вы придете в суд Вспомните Что что-то было не так И заявите об этом суде Первым делом судья Посмотрит схему происшествия Если там стоит ваша подпись И указано согласие Никакие ваши аргументы Материального основания Под собой Уже иметь не будут Сотрудник ГАИ Пригласит вас в свой автомобиль И попросит дать объяснение В бланке объяснений Есть такая графа Со статьей 51 Конституции Российской Федерации Ознакомлен Сначала от вас Отберут объяснение Потом покажут пальцами Подписать Тут, тут, тут И никто не объяснит вам Что же это такое Статья 51 Конституции Российской Федерации Так вот Указанная норма Гласит как раз о том Что вы И ваши близкие Родственники Имеете право Отказаться От дачи показаний И нести за это Никакой ответственности Поверьте мне Действие совершения Дорожно-транспортного происшествия Не лучший день В вашей жизни Для того Чтобы вы Давали кому Либо какие-либо Объяснения По этому поводу Вы находитесь В шоком состоянии Таким образом Отразите в объяснении Показания Давать не буду Если сотрудник ГАИ Однозначно Придет к выводу О наличии В действиях Кого-либо из водителей Нарушение Правил дорожного движения Которые повлекли за собой ПДД Нарушение Дорожно-транспортного происшествия Он сразу же составит протокол И привлечет К административной ответственности Именно это лицо На месте совершения аварии Если у него будут сомнения Он Направит материалы В административную практику ГАИ Где в течение двух месяцев Будут разбираться У вас в машине были свидетели К вам подходили люди И они были очевидцами аварии Когда вы будете подписывать бланки Сотрудникам госавтоинспекции В обязательном порядке В порядке В бланке строгой отчетности Которой может быть Схема дорожно-транспортного происшествия Административный протокол Постановление о привлечении водителя К административной ответственности Укажите Прошу Опросить И перечислите фамилии И адреса этих людей Вы пишете не для сотрудника ГАИ Вы пишете уже для суда Куда будете обжаловать решение О вашей виновности Если вас признали виновным А вы с этим не согласны Если вас привлекли к административной ответственности Вы в течение 10 дней Имеете право Обжаловать решение сотрудника Дорожно-патронной службы В суд И вот в этот суд Вы приведете людей Которые были очевидцами аварии И отражены вами В административных документах Вы принесете фотографии Место дорожно-транспортного происшествия Которые Существенным образом Отличаются от того Что составил сотрудник госавтоинспекции И на ваше ходатайство Прошу Опросить свидетелей Суд первым делом Исследует материалы дела Если эти свидетели там отражены Он их будет опрашивать Если же нет Извините Ваших свидетелей Как таковых принимать не будут А ваши фотографии Сделанные простой камерой Смартфоном Будут иметь соответствующее Доказательственное значение В административном процессе После того Как судья Даст их на обозрение Всем остальным Участникам Дорожно-транспортного происшествия Свидетелям И они подтвердят Что эти снимки Сделаны непосредственно С данного места Дорожно-транспортного происшествия Я сейчас говорил Об алгоритмах поведения При ДТП В которых не пострадали люди Но учитывая О нововведениях Которые нас ждут Законодательства В этом году Это оформление ДТП Самими водителями Без участия Сотрудников Госавтоинспекции Если в аварии Не пострадали люди Это будет тема Отдельного разговора Поскольку Ни вас Ни меня Не учат оформлять ДТП Ни в автошколах Нет этого Ни в правилах Дорожного движения Если данный закон Все-таки Будет принят То этому я посвящу Отдельную лекцию В следующий раз Я поговорю с вами Купол горитмов поведения При ДТП Происшествия В которых страдают люди Получают легкие Средние тяжести Телесные повреждения Случаи Когда уголовные дела Не возбуждаются И виновника Привлекают к ответственности Административный суд А также О дорожно-транспортных происшествиях С тяжкими последствиями Где в авариях Страдают люди И поверьте мне В этом случае Ваше молчание Ваше нежелание Давать показания В день аварии Или на месте ее совершения Ваши свидетели Которых вы Записали И отпустили Ваша карта памяти Вашего видеорегистратора Которая сняла События ДТП Значим Эти доказательства В дальнейшем Приобретает Сто кратное значение Дела о дорожно-транспортных Происшествиях Или преступлениях Могут расследоваться Годами Но фундамент Вашей виновности Или невиновности Закладывается там На месте аварии В первые часы Минуты После совершения аварии И поверьте мне Первостепенную роль В этом играет Именно ваше Правильное Поведение И необходимость Выполнять Соответствующие Рекомендации В противном случае Вы просто Плывете По течению И вас могут Сделать виновным Не потому что Вы виновны А в силу Чей-то Некомпетентности Или же Худой конец Предвзятости Удачи вам Соблюдайте Правила дорожного движения И знайте законы Хоть в минимальном объекте Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин